Координатор общественного фонда «Дом мамы» Куралай Джумабекова представила проект «Няня на дому». Пока он функционирует в пилотном режиме как социальный и только для своих подопечных. О том, как возникла идея создания проекта и почему он так важен, выясняла редакция 716.z. Вообще этот проект, он родился спонтанно. Дело в том, что наши мамочки, которые здесь проживают в течение шести месяцев, и они должны у нас дальше социализироваться, найти работу, жить. И мы им находили жилье, устраивали на работу. И вопрос стоял, а как с ребенком быть? Ребенок-то маленький. Если он, например, родился, через шесть месяцев, он всего шесть месяцев. Если даже шестимесячный приходит, мы же только детей до года принимаем. Даже полтора года у нас как бы нет вообще в государстве, нету садиков, где можно устроить ребенка. А если есть, то они частные, и эта оплата очень высокая, от 50 до 70 тысяч. А няня на дому, которая работает, она тоже берет где-то полторы, две с половиной, даже три бывает. Если как бы так, с шести до девяти, с девяти до шести, то вообще пять тысяч. И все мамочки собрались, создали как бы свой консилиум и решили, Вот это вообще кабинет был, говорит, давайте эту тему откроем в садик, с вами будем работать. Договоримся, кто-то будет один, нянечкой, воспитателем, говорит, мы будем работать и зарплату платить. Ну, я очень долго думала, и буквально, наверное, уже весь сентябрь-октябрь думала, не знала, как это организовать. Советовалась со всеми садовскими воспитателями, директорами детских домов. И я говорю, как можно открыть, и они мне говорят, ну, знаете, чтобы садик открыть, это вам надо лицензию получить, чтобы образование было, чтобы воспитатели были с образованием. И потом я еще пошла в другие частные сады, вот, которые есть ясельки. Я говорю, а как вы открыли, у вас тоже ясельки. Они говорят, у нас ИП, и, в принципе, вы можете как ИП, няня на дому. Мы с ней, очень большое спасибо, это садик Тенгри, Жулдис. Она мне прям профессионально меня консультировала, как нужно открывать, что нужно для этого дать, нужно ли мне вообще проходить СЭС, проходить лицензию получать. Есть, оказывается, такой там фунт, няня на дому, когда ИП открываешь, или же, как получается, там надомное это, и вот так мы решили, как бы пришли к этому, что пока так будем работать. Но хотелось бы, конечно, это все, чтобы узаконить. Пока что мы еще ИП не открыли, потому что это тоже сложности, чтобы ИП открыть тоже надо, чтобы конкретно юридическое лицо было. Мы фонд, мы не можем быть ИП. Потом мы думали все-таки, что фонд, мы хотели бы в социальное предпринимательство, чтобы в регистр вошел. В прошлом году нам сказали, что это возможно, а в этом году, вот буквально вчера, 15 марта, я ходила в Атамикен, сказали, что фонд не может быть социальным предпринимательством. Поэтому вот сейчас, пока мы вот в таком пилотном режиме, вот как социальный проект, в дальнейшем прошу государства, общества, как бы так разъяснить эту работу, может быть, изменить какое-то законодательство, чтобы именно вот такие вот сады ясли на дому открывались. Пока в организованном ясли-саду 10 детей. За ними присматривают нянечка и воспитатель, который занимается их развитием. Почему мы открываем такие? Потому что если открывать полный, как положено, садик, это будет очень базнословная сумма. Мамочки, которые только вышли из нашего проекта, они не могут столько денег заработать. Им придется сейчас, которые есть мамочки, они все хотят к нам прийти, потому что они очень большую сумму платят. 40, 35, 80, бывает, платят. У нас небольшая сумма 15 тысяч. Понимаете, в эту сумму входит только оплата и, конечно, какая-то сумма, чтобы накормление, чтобы кормить этих детей. Соответственно, мы их трудоустраиваем, чтобы в дальнейшем, чтобы они могли постоянно работать. И это у нас идет как постсопровождение. Пока мы своих только мамочек постсопровождение делаем. Но у нас обращаются со стороны женщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации, тоже просят такую вот помощь. Поэтому я думаю, этот проект в дальнейшем реализуется. Мы его, конечно, законодательно все подточим. И я думаю, наши предприниматели нас поддержат. Может быть, найдутся такие предприниматели, которые захотят с нами сотрудничать в дальнейшем и работать. Я за то, чтобы в Казахстане не было сирот и чтобы каждый ребенок был со своей мамой неразлучным. Редактор субтитров А.Семкин